Как мы уже сообщали, в регионе в эти дни работает руководство фонда президентских грантов. На каком уровне в Забайкале ведется некоммерческий сектор, что такое социальное проектирование и как грамотно оформить проект, оперативно подать заявку и получить необходимый грант для реализации всего задуманного в наступающем 2023 году. Продолжим тему с заместителем генерального директора фонда президентских грантов Иннокентием Дементьевым. Иннокентий Андреевич, здравствуйте. Здравствуйте. Насколько я знаю, программа рабочего визита у вас максимально насыщенная. Сегодня вы уже встретились с представителями НКО региона. Вообще, как впечатления, как ощущения от нашего региона, от наших людей? Люди, на самом деле, очень энергичные, много энтузиастов у вас есть. Встреча прошла очень активно. Был зал битком забит, даже на балконах люди занимали места. Это, конечно, отдельная история. И очень рад такому интересу. Предметно пообщались. У меня была большая презентация. Много очень вопросов было. Мы стараемся на все вопросы отвечать. Даже если вопросы кажутся странными, мы их как-то все равно транслируем так, чтобы было интересно всем. Поэтому большая энергия, вот что могу сказать, в Забайкальском крае есть у представителей коммерческого сектора. По каким направлениям работает фонд сегодня? Есть ли какие-то приоритетные направления, которые трогают экспертов, уже буквально получая первые строчки какого-то очередного нового проекта? В целом у нас 11 грантовых направлений, на данный момент больших, таких магистральных. Что это за направление? Ну, если кратко, то это, собственно, социальная работа, социальная поддержка людей. Сюда входит также охрана здоровья, пропаганда здорового образа жизни. То есть все, что связано с социалкой, скажем так. Это общественная деятельность, различные общественные проекты в различных сферах и молодежь, и экологии, там, патриотическое воспитание и так далее. И просветительская работа. Это проекты по сохранению исторической памяти, проекты по межнационально-межрелигиозному согласию, например, есть. То есть вот в целом три таких блока. То есть социальная работа, общественная деятельность и просветительская история. Есть ли инициативы, которые трогают лично вас? Может быть, можете вспомнить какие-то проекты, которые вот прям запали в сердце? Ну, на самом деле, стоит, я думаю, что приводить местные примеры. Вот, допустим, мы посещали тоже ряд организаций, были в такой организации, как Федерация воркаута Забайкальского края. Тоже вот очень интересная команда, лидер. И действительно, то есть это проект, который как бы помогает детям школьного возраста, в основном старшего школьного возраста, не оказаться просто на улице, а заниматься делом, интересным. То есть это воркаут, это паркур, такие современные виды спорта, такой деятельности. И они вот прививают человеку, молодому человеку, какой-то вот внутренний стержень, что называется. То есть мотивирует как-то заниматься спортом и не только просто ради здорового образа жизни, но и достигать. Учит достигать успехов в принципе. То есть это применимо не только конкретно, да, в этом виде. Это позволяет, ну, некий такой внутренний жизненный стержень, да, сформировать в человеке. И тогда он уже там не будет, не знаю, там заниматься какими-то уличными активностями ненужными, там не будет никакой тяги там к алкоголю, курению и так далее. Вот, в принципе, проект, который вот только что удалось посмотреть, который сразу же запомнился. У нас тоже были отдельные ролики социальные с Федерацией воркаута. Вот вы сейчас сказали про турник. Я вспомнила, был даже некий такой слоган, не болтайся на улице, болтайся на турнике. Как вы считаете, по каким критериям сегодня проект не может пройти экспертизу? Есть ли такие, встречаются ли такие случаи? Ну, конечно, у нас система экспертизы уже отлаженная, то есть действительно у нас там 10 критериев, по которым проекты оцениваются. Ну, собственно, первое, да, основное, это, собственно, актуальность и логическая связанность проекта. Это базовые критерии, то есть если проект не нужен людям, то есть если заявитель не смог доказать и показать, что у него есть конкретная целевая группа людей, с которыми он будет работать, которым он окажет помощь, то такой проект не пройдет экспертизу, потому что все-таки мы говорим о проектах социальных, общественных, да, то есть тех, в которых люди нуждаются. И мы стараемся отобрать такие проекты, в которых, где заявитель сам понимает, какие люди нуждаются в его проекте, в его помощи, умеет описать этих людей, составить портрет такого человека и, собственно, доказать, что именно его помощь сейчас нужна, именно на его работу необходимо предоставить грант. Вот это первая история. Также, соответственно, важно уметь описывать бюджет проекта, потому что, ну, описать вот эту механику и нужность людям – это хорошо, но дальше нужно все спроектировать, спланировать календарный план бюджет, то есть если заявитель не смог внятно расписать последовательность мероприятий своего проекта и не смог это оценить в стоимости, то тоже вряд ли получит поддержку, потому что его проект еще не доработан, то есть, соответственно, мы поддерживаем уже готовые к реализации проекты, то есть не просто конкурс идей, да, у нас не конкурс идей, у нас конкурс готовых к реализации проектов. Конечно, они могут базироваться на каком-то наборе идей, но это все должно быть разложено в конкретный готовый к реализации проекта, который уже завтра можно как бы осуществлять. Если человек приготовил этот проект, расписал все, у него есть бюджет, есть точные цели, есть точная аудитория, да, на кого он будет работать, куда ему идти со всем этим пакетом документов, вот если пошагово, как действовать дальше? Ну, в принципе, все просто, у нас заявки подаются онлайн в электронном виде, то есть есть портал фонда президентских грантов, где любой человек может зайти и, собственно, начать оформление заявки. У нас на портале огромное количество обучающих мероприятий, то есть наши такие выездные семинары, это, ну, опять же, возможность ответить на какие-то острые вопросы, может быть, какие-то темы подсветить, но на самом деле у нас в постоянном режиме есть огромный комплект обучающих мероприятий, там есть и видео, и аудио, и у нас есть онлайн-курс, где там в такой игровой форме мы объясняем социальное проектирование, там, с героями, там, ну, то есть очень интересные форматы, которыми можно пользоваться в любой момент. То есть если у человека нет опыта проектной работы, этому тоже вы научите, правильно? Абсолютно, да, то есть мы стараемся работать с людьми, у которых есть, ну, некая неравнодушная инициативность, то есть наши люди – это те, кто инициативен, неравнодушен, кто хочет делать добро, то есть это первое. А дальше, соответственно, мы любого такого человека готовы с помощью уже нашего инструментария обучить, да, логике социального проектирования, чтобы вот это желание делать добро, оно превратилось уже в конкретику. И когда он уже до конкретики дошел, когда он уже имеет на руках там готовый проект, то уже можно приходить уже за грантами, получать финансирование. Если так случилось, проект был одобрен, получил финансовую поддержку в том числе, а потом что-то пошло не так, и ваши эксперты уже в процессе выявили какие-то серьезные нарушения, что в таких случаях происходит? Да, ну, здесь немножко поправлю, то есть эксперты у нас оценивают проекты на входе, да, то есть в ходе конкурса проекты оценивают эксперты независимые, кстати, это не сотрудники фонда, то есть, да, это люди, которые вот независимо оценивают проекты, ставят баллы, дальше у нас эксперты совет. То есть максимально объективно. Да, да, то есть это у нас процедура независимой экспертизы. Дальше, когда все процедуры прошли, у нас еще два коллегиальных этапа, экспертный совет и коротационный комитет во главе с первым заместителем руководительной администрации президента Сергеем Владимировичем Кириенко. И вот после всего этого проект получает поддержку, мы заключаем с грантополучателем договор о предоставлении гранта с каждым, собственно, победителем, да, с каждой НКО победителем. И в этом договоре, соответственно, есть там ряд условий, которые, собственно, нужно исполнять, то есть заявитель должен, ну, собственно, выполнять сам проект, у него есть ключевые контрольные точки в реализации своего проекта. Ключевые контрольные точки – это такая выжимка из его календарного плана, где вот наиболее такие сутевые мероприятия и результаты, которые он достигает по этапам проекта расписаны. И, соответственно, если вдруг, ну, и бюджет, естественно, тоже входит в договор, то есть если вдруг у него происходят какие-то отклонения, да, а отклонения всегда происходят, скажем честно, потому что одно дело, как бы, ну, сформулирует все на бумаге, другое дело реальная жизнь, когда какие-то партнеры отваливаются, сотрудники могут уйти из организации, волонтер, на которого человек рассчитывал, не знаю, ушел там в какое-то другое мероприятие. И руководителю проекта, руководителю организации приходится, ну, как бы гибко на это реагировать, носить изменения. Если же изменения существенные, то фонд тоже их рассматривает и большинство изменений на самом деле поддерживает. То есть нам главное, чтобы заявитель, да, грантополучатель уже, точнее, это уже грантополучатель, он, собственно, дал целевой группе, с которой работает, тот результат, который запланирован. А вот уже по способам, в принципе, могут быть изменения. И, соответственно, грантополучатель формулирует предложения по изменениям. Если они адекватно обоснованы, то фонд может поддержать эти изменения, внести в договор соответствующие коррективы для того, чтобы проект в конечном счете был реализован успешно. Потому что KPI фонда, KPI каждого сотрудника фонда, это количество успешно реализованных проектов среди всех поддержанных. Поэтому мы все силы прилагаем к тому, чтобы каждый проект был реализован из поддержанных. Поэтому, ну, если уж совсем никак, например, там команда полностью развалилась и вообще ничего невозможно, ну, тогда там грантополучатель может оказаться от грант. Но это крайне редко происходит, потому что мы каждый такой кейс очень внимательно разбираем, препарируем, проводим там созвоны с этими командами, выясняем, что же у них пошло не так, помогаем им, подсказываем, да, какие изменения внести, там, может быть, указываем даже на какие-то социальные практики хорошие. Так что стараемся, чтобы все проекты дошли до конца. Ситуация с пандемией и в России, и в целом во всем мире начала диктовать свои условия. Насколько важно было в тот момент, может быть, и сейчас поддержать тех, кто предложил помощь и для врачей, и для волонтеров, и для тех, кто переболел ковидом, может быть. Сейчас работа в этом направлении еще ведется, есть такие проекты? Да, она ведется. Когда началась пандемия, мы запустили специальный конкурс по поддержке НКО, которые будут помогать людям справляться с этой ситуацией, с ситуацией пандемии. Ну, кстати, мы по текущей ситуации, да, с 2022-го тоже проводили спецконкурс. У нас такой формат также бывает по пандемии, да, провели спецконкурс, поддержали большое количество проектов, в рамках которых была как раз помощь людям в реабилитации. Также помощь, кстати, врачам оказывалась, да, которые, собственно, там провели довольно большое количество в красных зонах. У них были психологические проблемы, честно говоря, большие после этого, и коммерческий сектор подключился, и целый ряд проектов на эту тему был сформулирован, поддержан. Из них большинство уже завершилось, но на самом деле часть вызовов осталась. То есть, на самом деле, пандемия, она тоже нельзя сказать, что ушла. То есть, люди болеют ковидом, это действительно заболевание, которое, ну, вот уже там перетекло в одно из, как бы, стандартных видов заболеваний, ну, как ни крути. И, соответственно, многим людям также нужна реабилитация, например, после ковида, особенно, когда там речь идет о затрагивании легких. И есть у нас такие организации, которые реализуют проекты по этому направлению. В основном, то есть, вот, как устроена, то есть, вот, медицинская система, да, государство, она помогает лечить непосредственно болезнь, а вот уже дальше, как бы, человек может подхватить какая-то некоммерческая организация, которая поможет в реабилитации, если нужно, окажет психологическую помощь, какую-то поддержку, вот, какая-то волонтерская работа. Поэтому такие проекты есть. Не могу обойти стороной и тему специальной военной операции, недавнюю частичную мобилизацию. Какие проекты в этой тематике вами уже были поддержаны, или, может быть, сейчас только поступают к вам? Этой темой также мы занимаемся очень подробно. Мы также вот только что завершили проведение специального конкурса, посвященного как раз-таки поддержке тех проектов, проектов организаций, которые уже готовы либо работать на Донбассе, либо работают, как бы, в остальной части России, да, с людьми, которые приехали, да, с Донбасса, с беженцами, с людьми, которые пострадали. И плюс еще в этом конкурсе была тематика по помощи людям, целевым группам, которые в наибольшей степени пострадали от санкционной политики, от недружеских действий иностранных государств. То есть вот такая была фокусировка специального конкурса. Мы поддержали 493 проекта по этой теме, и вот буквально в конце сентября объявили результаты специального конкурса. Там интересно, что 121 организация будет работать непосредственно на Донбассе. То есть это и Луганская, и Донецкая народные республики, есть и Запорожская, и Херсонская области. То есть, соответственно, все регионы охвачены. Огромное количество проектов по помощи переехавшим людям, релацированным, беженцам. Их порядка 200, наверное, если в общей сложности взять. Действительно, некоммерческий сектор эту тему подхватил. Кроме того, у многих представителей некоммерческого сектора есть такой опыт, может даже к сожалению, потому что люди, многие пережили, например, 90-е годы, когда происходила релокация в пределах бывшего Советского Союза. Вот они тоже с одной некоммерческой организацией общались, были у них на мониторинге в Белгороде. И там организации, как бы ресурсный центр по поддержке НКО, там учили писать заявки. Вдруг подают заявку к нам в фонд по помощи беженцам. Спрашиваем, почему? Оказывается, руководитель организации сама в прошлом была беженкой в 90-е годы, и она прекрасно знает эту тему, что конкретно нужно людям, какую помощь оказать, как помощь собрать, как к этому подойти, как найти даже психологический подход к людям, которые были вынуждены покинуть свое место жительства. Поэтому активно занимаемся, 493 проекта поддержано. А в рамках наших основных конкурсов по всем 11 направлениям мы тоже, в принципе, уже зафиксировали эту тематику, и на основной конкурс мы тоже такие проекты ждем. Вот как раз про основной конкурс. 1 сентября стартовал прием проектов, претендующий на президентские гранты уже в наступающем 2023 году. Победители будут определены до 20 января 2023 года, а финансирование начнется с 1 февраля. Насколько я знаю, в этом конкурсе тоже обозначена определенная тематика, верно? Абсолютно верно. Мы даже продлили сроки конкурса немножко. То есть у нас конкурс был изначально запланирован к проведению, к приему заявок до 17 октября. Мы продлили до 31-го, потому что, собственно, получили поручение на Координационном комитете включить тематику по помощи семьям людей, которые были призваны в рамках частичной мобилизации. Потому что действительно огромное количество таких семей есть в России, в том числе и в Забайкальском крае, большое количество семей. И, конечно, они все нуждаются сейчас в поддержке, в помощи, разного вида помощи. И там не всегда даже гуманитарная, это скорее психологическая, какая-то организационная. Бытовая, да. Бытовая даже помощь, да, может быть. И мы ждем такие проекты. И будем рады большому количеству таких проектов. Это прям вот фокус, на самом деле, тот, который сейчас есть. Ну и в завершении нашего разговора, какие бы слова напутствия вы дали участникам нового конкурса? Ну, хочется, во-первых, поблагодарить за то, что вы, в принципе, готовы делать добро, хотите искренне реализовать свои самые светлые замыслы. И я считаю, что вам нужно не бояться их формулировать, больше работать с людьми и взаимодействовать с людьми вот прямо в таком максимально плотном режиме, получать их запросы. И, собственно, каждый ваш проект должен быть ответом на адекватный текущий запрос людей. И тогда, действительно, ваши добрые помыслы, добрые намерения обретут уже конкретную форму, обязательно будут поддержаны, и наша жизнь станет лучше. Спасибо большое. Я напомню, заместителям генерального директора фонда президентских грантов Иннокентием Дементьевым, мы говорили сегодня о грантовой поддержке и создании равных условий и возможностей для самореализации инициативных и неравнодушных людей в некоммерческом секторе. Прием проектов, претендующих на президентские гранты, в 2023 году продолжается, значит, подать заявку на конкурс можно до 31 октября включительно. Дерзайте, и пусть у вас непременно все получится. Редактор субтитров А.Семкин